Мы снова попали в это жестостый, кровавый, безумный мир хаоса, сомнений, боли и душевных тензаний. Удачи! Приехали мы к Эпсилон, вот на вот этой, на шикарной тачке, которую я смогла угнать в Алама-Си. Самый лучший вариант для того, чтобы уехать из пустыни в мегаполис. Так что пусть все местные смотрят на меня и завидуют, какая у меня шикарная тачка. Кифлом! Добро пожаловать, Зандар, я так рад, что ты все знаешь. О, Крис, на самом деле я ничего не знаю. Значит, ты знаешь все? Кифлом. Кифлом. Трактат уже пишется. Мы пишем его вместе. Вместе. Я тут пишу трактат. У тебя деньги с собой? Да, с собой. Сегодня мы беседовали с Карпой Томом в четвертой парадигме. И он сказал, что часть срез на апокалипсис нужно доставить на Каймановы острова. А, Кифлом. И тогда мы с тобой сможем написать трактат. Кифлом. Зандар. Скажи, ты достиг моей парадигмы? Кифлом. Скажи, ты готов писать трактат? Кифлом. Не забудь отнести этот тюк денег в мой вертолет. Кстати, думаю, тебе будет интересно узнать. Краф весьма впечатлен твоими успехами. А? Кифлом. У него даже номер, Кифлом. Дурацкие фанатики. Зандар, не покидай колонну. Это задание большая честь для тебя. Крис дает понять, что доверяет тебе. Кифлом. Зилдор, слышишь меня? Назови время прибытия. Захожу на посадку прямо сейчас. Ах, да, брат, я тебя вижу. Великолепно. А сколько здесь вообще денег? Какая тебе разница? Ах, значит, вы мне грубите? Блин, у меня сейчас в багажнике куча денег, да? Куча денег. У меня в багажнике куча денег! Нафиг эпсилонистов! Нежелательную персону нужно устранить любой ценой. Не волнуйтесь, я его вижу. Он направляется на юг. Уже нет. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ай, отвалите! Это моральная компенсация! Не понимаю, что Крис в нем нашел. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот что бывает, когда антитезис выполняет работу тезиса. Кифлом-кифлом-кифлом-кифлом-кифлом! Ха-ха-ха! Ай-яй-яй-яй! Мы оторвались! Теперь у нас 2 миллиона на счету! Мы отреклись от истины. Однако. Кифлом! Хе-хе-хе. Кифлом! Ну, наверное, то, что я сейчас сделала, должно иметь какие-то последствия. Предатель херов! После всего, что мы для тебя сделали! Сволочь! Считай, что твое просветление отменяется! А это можешь считать возвратом средств! Ты что, не понимаешь, каким могуществом я обладаю? От меня зависит твоя карьера в Вайнвуде! Я тебя уничтожу! Мне пора, брат-брат! Кифлом! Ты не спасаемый! Ты станешь удобрением для десятой парадигмы! А вообще, если серьезно, это же должно иметь какие-то последствия, да? А, нет, вот, больше никаких заданий с кифломовцами я не вижу. Вообще, по сути, это должно иметь какие-то определенные последствия, все-таки сумма не маленькая. Наверное, когда-нибудь кифломцы придут к нам и будут пытаться набить морду, так что я, если что, я буду готова. У меня всегда автомат в кармане. В кармане автомат! Так что, мы ко всему готовы. Не важно, что там говорят всякие кифломовцы. Не важно, что говорят всякие кифломовцы. Важно, что мы на самом деле себя представляем. И сейчас мы себя представляем мужика, который едет в машине, полуразбитой, с двумя миллионами долларов в багажнике. Мужик в странной синей пижаме. Вот так. Вот кто мы сейчас. Как говорила Марни, это не стена! Это фламинго! Это хромой мальчик-барабанщик! И все в таком духе. Так что... Отреклись от истины и как-то аж на душе полегче стало. Давайте заедем куда-нибудь, купим какую-нибудь новую одежду. В конце концов, у нас сейчас два миллиона долларов на счету. Мы... Мы сегодня гуляем, мы сегодня фестивалем. Ха-ха-ха! Вот как-то так. Сейчас для меня самое главное это снять этот дурацкий синий прикид. Голубой прикид. Да, снять голубой прикид. Именно так. Кефлом. Hello! How are you? Кто-то сказал кефлом? Those are selling like hotcakes. Больше не говорите мне это слово, я не желаю его слышать. О! Вот это я понимаю. Вот это мне уже нравится. Так, это... это... это для старичков. А вот это не чёток. А вот тут у нас чё? Ох ты. Ох ты. Какие костюмы. Домашняя одежда тут продаётся. А это зеркало. Ладно, давайте... Лучше доберёмся до дома. Там уже и переоденемся. Все эти костюмы у нас дома уже есть. Ну как, не все эти? Ну, в смысле, что у нас есть костюм дома. Поехали, моя машинка. Теперь ты моя машинка. Кефлом. Так, а чё тут у нас? Можно подстричься, да? Здесь где-то парикмахерская неподалёку. В прошлый раз стрижка Тревора прошла не очень удачно. Мне не понравилась ни одна прическа. Может... Майклу подберём что-нибудь интересное? Не говори мне слово кефлом! Ой, как... Какое у него всё разбитое лицо. Как будто усики. А вы можете меня умыть? Так. А вот это... Вот это ничего так. Прям в эскор. Нет, это... Это слишком. А вот это ничего. Ты чё это, парень? Тебе плохо? Пока. Пока-пока, красивая! Ой, спасибо! Красавчик! Была рада подстричься у тебя! Ха-ха-ха! Марни! Кефлом! Неблагодарность и эгоцентризм твоих действий являются непростительными в моих глазах. Но Краф не без милости. Чтобы искупить прегрешение, ты должен написать трактат, который уже был написан. Мы поклоняемся Крафу! Там, где земля восходит к девятой парадигме. Это где? Даже знать не хочу, по правде. Давай, бери трубку. Против тебя-то я ничего не имею, ты просто чокнутая. Я служу делу Крафу! Если хотите разбогатеть, приобрести мощные программы по очень разумной цене, посетите сайт EpsilonProgram.com По-моему, у неё просто с крышей не в порядке, но сама она девчонка нормальная и ей мозги, по-моему, промыли. По-моему, она сама верит во всё это и собирает деньги на благо Криса, мне кажется, она не получает с этого ничего. Почему-то мне так кажется. По-моему, ей просто промыли мозги. Хотя связываться с ней я бы, конечно, не советовала. Мало ли что у этих фанатиков на уме. Давайте поставим эту замечательную машинку в гараж. Она мне очень даже нравится, она такая симпатичненькая. В гараж потом поставлю. Пришёл тот, кто оплачивает счета! Я просто хочу очень переодеться. Даже не хочется лишнее время тратить, я хочу надеть нормальную человеческую одежду. Я просто смотрю, что тут у него есть. А что-то мы не проверяли. Никогда не смотрела, что у него в шкафу есть. А, нет, спасибо, не надо это. Оденем рубашку. Ух ты какой мачо у нас он теперь стал. Два миллиона! Это вам не хухры-мухры. Два миллиона! Два миллиона! Два миллиона! Два миллиона! Ух ты! ТРЕВОР! ТРЕВОР! БЛИН! ТРЕВОР! ААА! БЛИН! Где мне одеться быстрее, я не хочу возвращаться домой, начнётся задание сюжетное. Мне надо одеться! Придётся идти покупать одежду. Тревор, ну идите колотить! Ты же продавщица немножко в шоке. Такая... Окей. Надо бы надеть тебе штаны. Футболка это как бы все приложится. Самое главное это штаны. О, господи! Кто это носит? Продавщица такая. Окей. Тревор, ты всех шокируешь. Ну я, блин, не виновата, что он вот это вот сделал. Вот зачем он это сделал? Блин, ну... Ты мне трусы... Это... Фу, ты мне трусы... Просто смотрю на трусы. Ты мне... Блин, штаны... Выбирай уже штаны, ладно? А, ну типа, по-твоему, сейчас ты выглядишь вполне неплохо, да? Штаны у вас тут продаются, нет? Отдельно. Ладно, потом отвечу. Надо сначала одеться. Я не могу в трусах ходить. О, наконец-то хоть какой-то костюм. Ты меня смущаешь все-таки. Блин, и костюмы какие-то... Стариковские. Определенно стариковские. Ладно, оденем первый попавшийся, и то пойдет. Хотя бы штаны надел. Привет из Сэнди Шорс. Мы по тебе скучаем. Тревор, как Лос-Антос? Мы по тебе скучаем. Очень скучаем. Слушай, тут появилась толпа разных психов, которые за всеми шпионят. Они не нравятся решительно никому. А мне они еще и мешают исполнять обязанности директора. Я думаю, ты должен вернуться, помочь мне и остаться здесь навсегда, как мы и договаривались. Я боюсь, что в Лос-Антосе тебя съедят ящеряки. Они действительно там живут. После того, как ты нанес визит пропащим, у байкеров начались проблемы. У Анилы вообще будто бы исчезли с лица земли. Их похитили, наверное, но я думаю, они еще вернутся. В городе про тебя спрашивали какие-то китайцы. Кажется, те самые, с которыми ты хотел заключить сделку, но это пока не точно. В любом случае, я по тебе скучаю. Твой директор, исполняющий обязанности. Рон. Очаровательный. Хватит ныть, зарабатывай деньги. А если придет кто чужой, делай, как я показывал, ледорубом по затылку и пей мозги через соломинку. Ты прирожденный начальник, Тревор. Так, это мы читали. Куда пойдем? Приехала я все-таки к дому, могли бы и в трусах доехать, и не тратить деньги. Но я не настолько экономная, чтобы позволять своему персонажу щеголять в трусах по городу. Это было бы слишком. Все, пошли. Как нормальные люди это обычно делают. Возвращаемся домой. А Тревор... Тревор, Тревор, это... Что, Тревор? Тревор... Хороший парень. Почти как родственник, верно же, Флой? Верно, точно, да, Тревор. Тревор, дело вот в чем. У меня было мало женщин. Найти подходящую тяжело. А Дебора, мы хотим пожениться, так что... О, это чудесно. Но я боюсь, что она меня бросит. Но это ведь ее дом, тут весь этот секс. Мистер Малина. Эй, эй! Мистер Малина! Погиб смертью храбрых. А в процессе доставил огромное удовольствие одинокому человеку. У меня не очень большой... Девушки смеются, когда... Когда его видят. А, ну-ка покажи. О, нет! Покажи, кореш! Не-не-не хочу! Ну вот, смотри, в моем нет ничего особенного, но с задачей он справляется. Легче стало? Ладно. Уэйд говорит, что ты в порту работаешь. Да. Посмотри на меня! Сэр, вы не могли бы... Убрать свой шланг? Боже мой. Да, я работаю в порту. И... Там есть что-нибудь интересное для таких людей, как я? Ну, я-я-я-я-не-не-не... Не знаю. А что вы за человек? Я тот самый человек, Флойд. Тот самый. Так, давайте-ка все вместе переоденемся. Ты, Уэйд, и твой маленький Брандспойнт. Давайте прокатимся. Джентльмены, врата в Америку ждут нас. Рон, у нас есть человечка в порту Лос-Антоса. Я отправлю тебе кое-какую информацию. Хочу, чтобы ты помог мне составить план. Понял, Ти. Мне так тебе не хватает. Ну же, Флойд, что там у тебя есть? Я же говорю, точно не знаю. Сэр, задавайте! Более конкретные вопросы. Ха, мы хотим что-нибудь украсть. Сэр, я украл карандаш в начальной школе, и до сих пор об этом жалею. Флойд всегда был тормозом. Сэр, прошу вас, просто скажите, что вам нужно, и я сделаю все, чтобы вы это нашли. В том-то и дело, я не знаю, что мне нужно. Тут как с порнографией или с нужной консистенцией дерьма. Писать трудно. Но если увижу, сразу узнаю. Я все равно ничего не понимаю. Ладно, ладно, слушай. В том году через порт Лос-Антоса прошли грузы стоимостью 236 миллиардов долларов. Он просто гений математики. Я не хочу угонять грузовики с ананасами, Флойд. Ты должен делиться с нами информацией о грузах. Но мы не знаем, что в контейнерах, да и ценников на них точно не будет. Может, ты заметил нечто странное, какую-нибудь необычную движуху? Ну, вообще-то тут крутились эти типы из Мэри Уэзер. Мэри Уэзер Секьюрити Консалтинг, частная армия на службе нового ворового порядка. У меня задница затекла. Эти чуваки замешаны в теневых войнах 20 странах мира. И теперь им разрешили действовать на территории Соединенных Штатов? Ну да, похоже на то. Наемники в порту. Что же они охраняют? Есть один сухогруз. Знаете, после ваших слов мне кажется, что он какой-то странный. Сухогруз. Чудесно. Я могу его осмотреть? Нет, нет, они и близко никого не подпускают. Хуже цепных псов. Один раз мой напарник Ральф. Да ну его, Ральф, и мы должны посмотреть на это корыто. Что-нибудь еще? Еще одна группа из Мэри Уэзер трется у склада ВМС. Так и снуют. Туда, сюда, на катерах. Говорят, что-то испытывают. Ладно, про это мы тоже выясним. Эти мосты, единственный выход из порта? Ага, проехав мосты, следуйте прямо по шоссе. Можно проехать на грузовике, загрузиться, выехать на дорогу и давить тактом в пол, пока не закончится бензин. Очень поэтично. А что будет, если включится тревога? НУП наблюдает за территорией. Если в порт сети включится тревога, все дороги будут перекрыты. Никто не войдет и не выйдет. Паркуйся и иди к бригадиру. Ага, будет сделано. Паркуйся и иди к бригадиру. Давай, смена скоро начнется. А вот и босс, мне нужно отметиться. Запомни, Флойд, все может накрыться очень быстро. У нас утечка отходов, и у меня есть место в команде уборщиков. За горячий обед Уэйд готов на все. Сынок, надеюсь, у тебя крепкий желудок. Заходи. Ты покажешь мне этот сухогруз? Ага, он вон там. У вас сюда вертолеты вообще залетают? Ну, знаешь, типа этих больших воздушных кранов, которые могут поднять целый контейнер. Это закрытая воздушная зона, они не пропустят никого без разрешения. Если понадобится, собьют. А если кому-нибудь нужно быстро войти или выйти с территории? Ну, у нас есть порт, который тралит до 50 футов. А береговая охрана какая? Ну, у них есть катера, малые корабли быстрого реагирования, поддержка с воздуха. Вы от них не уйдете. Особенно с грузом. Возможно, придется мне запрыгнуть тебе на спину и погнать по мосту Мириан Тернер. Я просто сказал, что на воде у них все схвачено. Ладно. Вот сухогруз, о котором я вам говорил. Как думаешь, что там? Мы простые грузчики, что в контейнерах нам знать не положено. Но... Но они помечены как армейский груз. Правительство... С ними что-то не так? Когда правительственные штуки приезжают, мы их сразу грузим. А этот груз, он здесь уже давно. Ты будешь во мне, любопытство. Вон там, на два часа. Похоже, Форрест перешел дорогу парням из Мэри Уэзер. Эй, ты! И ты! Нам нужны двое людей для этого погрузчика. Нужно перевести пару контейнеров из участка Б в участок Ф. Это не просьба, а приказ. За работу! Вы ведете машину, а я буду смотреть. Может, задавить этого хера? Я думал, вы хотите просто заценить это место. Если не возьмем контейнеры, вас попросят предъявить удостоверение. Я начинаю нервничать. Ты всегда нервничаешь. Расслабься. Не всегда, сэр. Только рядом с вами. Просто... Кузен Уэйд совсем один. Надеюсь, он выдержит, не проболтается. Все будет супер. Он сейчас в команде мусорщиков. Парень счастлив только тогда, когда ему дерьмо за шиворот льется. Пожалуйста, не надо! Да, эти контейнеры. Участок Б. Что такое? И цепляйте. Есть! Теперь переносим на участок F. Эти погрузчики офигенные машины. Просто находка. Сэр, это не игрушка, а устройство, являющееся источником повышенной опасности. Слава богу, что я под кайфом. Вам не следует управлять этой машиной в состоянии наркотического опьянения. Если не заткнешься, я с тобой кое-что сделаю в состоянии наркотического опьянения. Вот так. Теперь остался второй. Мне нужно получше рассмотреть этот сухогруз. К сожалению, подобраться ближе невозможно. Нет, нет, мне нужно отослать фотки моему корешу Рону. Надо разглядеть эту штуку как следует. Здесь есть краны, но... Краны! Супер! О, блин! Они потребуют предъявить документы. Цепляйте! Слушай, а чей огурчик надо облизнуть, чтобы устроиться на эту работу? Раньше грузчики надрывались на работе, а ты просто толкаешь тележку, как в супермаркете, и получаешь за это зарплату нейрохирурга. Я ни с кем не занимался оральным сексом, чтобы получить работу. Дебора давно дружится... Эээ... Ну, эээ... О, ноу, ноу, ни слова больше. Сам-то ничьи паузы не дегустировал, но, милая Дебора, похоже, да, и, скорее всего, ей это очень понравилось. Если тут все, я лезу на кран. Безумие какое-то по-правде. Эй, некогда любоваться красотами, я уже час жду крановщика. У меня нет лицензии на управление краном. Эй, хочешь, чтобы я позвал сюда представителя профсоюза? Чем скорее залезешь в кабину, тем скорее мы отсюда уйдем. Ну, если что, отвечаешь ты. Пройди по мостику, потом спустись по лестнице и залезь в кабину. Ни разу не пробовала работать с такой штукой. Сначала поставь кабину над контейнером. Прежде всего, расположи кабину над контейнером. Все чудно. Готово, теперь подними его повыше, чтобы не задеть другие контейнеры. Перенеси и опусти на грузовик. Езжай в другой конец, в пятый участок. До самого конца. Еду, еду. Эй, полегче! Стараюсь. Вон грузовик, теперь опускай помягче. Тебе нужно выровнять его с платформой. Тихо дышать боюсь. Контейнер погружен, увози! Сигнальщик и крановщик, мы отлично сработались. Теперь давай еще раз. Давай обратно, до самого конца. Я уже поняла, как это делается. Возвози к в оставшемуся контейнеру на первом участке. И грузить его, понятно. Можешь больше ничего не говорить. Вся суть работы уже ясна давным-давно. Осталось только дело техники. Давай, 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 давай. Хотя сложно, конечно, управлять этой штукой. Даже на джойстике представляю, как на самом деле. Че-то я как-то сильно резко действую. Давай. Давай, малыш. Так. Так? Так, что ли? Профсоюз считает, что работать дольше вредно для глаз. Сделай перерыв. О, какой вид, не так ли? Сделаю пару снимков для малого. Знаем мы, какой у тебя малой. Рон. Используйте фотокамеру в телефоне, чтобы сфотографировать корабль. Окей. Так. Сфотографировать переднюю часть. Продолжаем сфотографировать охранника. Так, это... А, вон он охранник. Вон он. И сфотографировать заднюю часть корабля общим планом. Теперь отправить фотографию Рону. Нет проблем. Босс, я получил фотки. Накопаю инфы и перезвоню, Рон. Малой ответил. Малой на связи. Пошли. А то там, наверное, Флойд уже весь на нервах. Аж не может. Просто не в состоянии. Ну, я спустилась. А Флойд где? Тревор, вы хотите увидеть тот склад? Идемте. Этот грузовик сейчас никому не нужен. Нам к другому доку. Значит, они охраняли один из сухих доков. На него можно взглянуть издали, но внутрь никого не пускают. Флойд, на нас правила не распространяются. Мы идем туда. Не знаю. На меня всю жизнь распространялись всякие правила. Они мне нравятся. Ну и посмотри на себя. Ты неудачник. Отношения, без любви. Что значит без любви? Я люблю Дебру. Она была бы тут, если бы любила тебя так, но ее здесь нет. Вы же знаете, что у меня комплекс неполноценности. На работе никаких перспектив. Что? Нет перспектив? Нет! Флойд, у тебя же нет перспектив. Докер одна из самых высокооплачиваемых профессий в стране. В Ла-Пуэрто про такую работу лучше помалкивать, иначе ограбят. Люди там завистливые. Флойд, никто тебе не завидует. Просто жалеют. Тебя унижает твоя баба. Унижают эти надсмотрщики в порту. Я никогда в жизни так не надрывался. Все не так плохо. Я тут работаю каждый день уже 10 лет, но обычно без криминала. Флойд, твоя жизнь проходит впустую. К счастью, у тебя появились мы. Я спасу тебя от тебя самого. От Уэйда никаких вестей. А ты кто, его мамаша, что ли? Все у него в порядке. На устранение утечки столько времени не нужно. Наверное, дело серьезное. Отлично, пусть занимается своим делом, а мы займемся своим. Тревор, как всегда, само спокойствие. Все у него путем, все у него хорошо. Ой, блин, как я сейчас этот грузовик буду завозить? Я же не... Он же вообще не маневренный с этим огромным-огромным грузом. Я охранника задавлю тут нафиг. Ай, сейчас я груз потеряю. Надо как-то сдать назад. Чтобы удачно проехать. Неужели придется круг давать, потому что я, походу, не впишусь. Походу, я не впишусь. Нет, я задавлю охранника нафиг. Давай. Давай. Давай, давай, ювелирная работа, нет. Я его задавлю. Я его задавлю нафиг. Давай. Просто езжай. Просто... Давай просто протиснемся. Нужно повернуть этот дурацкий груз. Ай, сейчас я его потеряю. Тихо, тихо. Ювелирная работа, ювелирная. Тихо, у меня аж... Аж сердце колотится. Эй, 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 стоп! Здесь проход закрыт. Запретная зона. No entiendo! No entiendo! No entiendo! No entiendo, eh! Манифесто! Манифесто указано здесь. Эй, стоп! Куда ты собрался, чучело? Эй, 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 давай назад, давай назад! Он, наверное, запутался. Парень не говорит по-английски. Мы что сказали? Должно быть, он неправильно прочитал указание в доставке. Манифесто. Он сказал, он сказал, что должен прийти сюда. Он все неправильно понял. Чувак, который это писал, должно быть... Пожалуйста! Не подходи! О, господи! Извини, но я тебе сейчас не помогу. Вообще, по сути, да, он сейчас ему ничем не мог помочь. Он мог все дело просто взять и завалить. Сейчас у него, он, по-моему, стащил какой-то чемоданчик. Наверное, там какие-то планы. Какие-то документы по поводу всех этих грузов. Если бы он сейчас начал помогать Флойду, то ситуация бы сильно накалилась. Они бы все, во-первых, спалились, их арестовали бы или убили. А так, сейчас они Флойда немного полупят и отпустят. Тревор, эти снимки... Это же находка! Это корабль Мэри Уэзер! Да-да-да, знаю. Расскажи мне про корабль. Если один человек встанет на мосту с пушкой, а второй проберется на борт, то у нас будут все шансы захватить корабль. Похоже, у них под палубой еще контейнер, какой-то правительственный груз. Вероятнее всего, военная техника. Да, точно. Я только что нашел грузовой манифест. Наверное, это та штука, которую они испытывают в море. А теперь давай за работу. Если конгломерат ТФИ не процветает, то в этом виноват только один человек. Да-да, конечно. Я разузнаю про Мэри Уэзер. Я не могу сказать, что я могу на Мэри Уэзер в同時 время. Где-то было у меня нужное досье. Едем на грузовике. Абсолютно беспалевно. А задание еще, смотрите, задание еще не завершилось. Это означает, что нам надо добраться до дома Тревора. И тогда все завершится. Отлично. Вечно Треворда в какую-нибудь... Блин, я на этой машине нифига никого не обгоню. Ну, как-то полиции особо не хочется, но... Блин, ну так плетется, так плетется. Еще сигналит, блин, мне. Все, короче, я еду, как хочу. Я покинула территорию порта. Могу ехать, как мне вздумается. И никто мне слова не скажет. Типа. Как-то я проходила для себя одну из миссий для проверки, для теста. Думаю, хотя бы одну миссию пройду. Ездила по карте, искала там кое-какие вещи. И пара человек подошли ко мне и говорят... Классная, говорит, игра. По этой игре можно учить правила дорожного движения. На что получил ответ... Даже не по-хрену над правила дорожного движения. Да, даже люди со стороны это уже замечают. На самом деле это только в игре. Я только в игре могу себе такое позволить. Просто потому, что я очень спешу. У меня записи такое. Не хотелось бы задерживать ни себя, ни людей. А зачем тратить лишнее время, правильно? Ну-то я считаю, что незачем. Совершенно незачем, абсолютно. Бе-би-би-би-би-би-би-би-би-би! Ай! Расступитесь! Расступитесь! Еду я! Ай! а это полный капец для всех окружающих так сюда заворачивать на все правильно походу мы сюда грузовик не припаркуем что меня очень раздосадовала пойдем домой что во имя всего святого я пытался это остановить но оно все шло и шло но но будет честный упорный труд не для тебя так вам удалось получить то что нужно да да более менее осталось только разработать план так это подойдет это его баба ведь даже не красавица почему флойд позволяет ей так собой помыкать уэй тут все дело в заниженной самооценке нам нужно его реанимировать а теперь и так супер понаблюдав за ними я могу уверенно сказать что эти дрочеры из мэри уэзер секьюрити охраняют что-то весьма ценное думаю у них этих штук две но нам хватит и одной первая хранится на сухогрузе в контейнере что стоит в трюме у них полно охранников на этом корабле видимо она у них про запас как только мы начнем все воздушные наземные морские пути в порт будут перекрыты вот они отмечены крестиками а это значит что нам придется взорвать корабль и захватить груз прямо под водой нужен парень который установит бомбы парень с винтовкой который присмотрит за ним и парень который заберет ту штуку которая кажется под водой конечно это означает что нужно украсть подлодку но ты ведь сможешь ее раздобыть что а вторая хрень проходит испытание неподалеку от берега они управляют всем из дока где я в последний раз видел твоего кузена нам понадобится подлодка и скорее всего вертушка побольше мы отправимся туда найдем эту ерундовину под водой притащим сюда и выясним что это такое сюда квартиру ладно так что мы решаем грузовой корабль или подлодка я считаю что с подлодкой будет получше план меньше шума а нам конкретно в данной игре лучше меньше шума наводить будем поступать умно подлодка глубоководное приключение пусть будет так подтверждаем вы с флойдом нам поможете мы подключим майкла он выведет нас на какое-нибудь местное дарование пусть флойд найдет подлодку из просирона где можно угнать грузовой вертолет так ладно откуда этот запах а мы сразу идем к местному профсоюзному боссу тут уэйд получил травму на рабочем месте человеческие отбросы просочились в его поры и к сожалению он уже не будет нормально пахнут никогда вам нельзя обращаться в профсоюз ты же член профсоюза и за нас поручился да посмотри на него понюхай его понюхай тревор тревор я поверить не могу что ты планируешь ограбление у меня на работе ты свернил мистера малину и бог знает что еще ты натворил вы причинили ущерб дебори послушайте это женщина и профсоюз это все что у меня есть может быть может спустим все на тормозах а ну если тебе безразлична судьба твоего кузена тогда ладно но на твоем месте я бы его как следует прополоскал нет никакого полоскания да забей ты на этот телек у нас есть дела поважнее блин ну вот обязательно надо было насвинячить да нельзя было сразу в ванну пойти обязательно надо было везде следы по наоставлять все полапать вон стены неужели это он впиталась мою кожу скорее всего уэйт а тревор привет привет майки слушай мне нравится лос-сантос я здесь своей тарелке завтра делаю свою первую очистительную клизму в общем вот что у меня есть на примете одно выгодное дельце да хорошо да конечно нужна разведка и подготовка но думаю мы урвем сочный кусок приведи кого нибудь кому можно доверять ладно брат я знаю кое кого поговори с лестером думаю что нибудь посоветует кстати ты хорошо водишь воздушный транспорт возможно тебе стоит взять пару уроков в летной школе это еще зачем поверь ты пожалеешь если не последуешь моему совету все будет как в старые добрые времена дружок блин еще летную школу опять повторно да вы издеваетесь за майкла мы прибыли сюда я конечно тут сильно срезала дорогу сами понимаете как несколько заборов собрала и заехала я теперь не знаю как мне отсюда выехать а вот хорошо что тут есть забор который можно сломать очень кстати здорово мы приехали в обсерваторию майк мы оба знаем что пилотирование не самая сильная твоя сторона тебе надо потренироваться обратись в летную школу чтобы не испортить все дело обязательно обращусь но уже естественно без записи потому что мы уже проходили задание летной школы и мы прекрасно знаем как это все устроено зачем по несколько раз проходить одно и то же ну если надо для задания то я пройду сама без записи естественно чё ты ходишь тут дэйв привет как оно примерно так как можно было ожидать но обстоятельства скверные не понимаю тебя я знаю что ты замешан деле с драгоценностями дэйви мне кажется у тебя галлюцинации иди в пень ладно это сделал я арестуй меня и этим ты спасешь мне жизнь потому что иначе она скоро закончится придурок почему сам знаешь тревор пару дней назад мы в общем ни о чем не говорили но если он начнет нет когда он начнет расспрашивать почему твой труп не грызут червик югу от канадской границы у нас проблемы не может быть мы вляпались вместе вместе так что если твои проблемы это и мои проблемы значит мои проблемы как бы и твои проблемы тоже а а если я потеряю работу что если кто-то зайдет в мой офис и начнет читать мои файлы они узнают чем я занимался я многое знаю могу договориться получить пять лет но ты иди ты сволочь неблагодарная ведь это благодаря мне ты сделал карьеру но значит спасать ее нужно вместе нельзя допустить что все рухнуло к чертям что тебе нужно есть один парень фердинанд керимов управление говорит что он умер мы в бюро считаем что это туфта нам кажется что его где-то допрашивают и что похоже у него есть сведения которые выведут из загроменяемое начальство эти твари из управления блокировали офис коронера нам нужно чтобы ты идентифицировал труп и как же я туда попаду ну тебе ведь уже приходилось играть роль жмурика да а о майк ты мне всегда нравился как проснешься позвони мне я скажу что делать что тут у нас Джон Доу белый избыточный вес под 50 скорее всего инфаркт давай глянем жировые отложения на бедрах и животе любил кровавые бургеры есть шанс найти парочку в желудке неразвернутых вместе с бутылкой скотча и пачкой Redwood видишь лопнувшие капилляры на носу алкоголик даже боюсь представить в каком состоянии печень все еще думаешь что ему за 40 выпивка преображает людей что это еще за херня ничего страшного просто газ нет нет он оживает если хочешь работать коронером научись держать себя в руках трупы я видел много раз этот какой-то не такой те что ты видел неделю валялись на полке свежие они другие тут еще можно учуять что парень ел на завтрак тебе лучше знать ох чего я только здесь не повидал взрослого человека который уместился бы в коробку из-под сэндвичей трупов которых червей больше чем плоти так что этот надутый пузырь просто подарок да он ходячий реклама здорового образа жизни обрати внимание на цвет зубов и пальцев курильщик пачка в день может еще и сигары желтая словно завтра конец света и тут он был прав некоторые люди считают себя бессмертными но потом залезают на девочку и хлоп боль в груди вот деваха та была счастлива наверное с такой татушей сверху держу пари у нее камень из души свалился когда он накочурился неприятный разговор с супругой наверняка за молчание пришлось заплатить и все в профите проигрыши только неудачники которым придется его вскрывать готов пилу и реберный расширитель и советую зажать нос о боже восстал из мертвых сукин ты сын мать честная мать честная выходите с поднятыми руками ну же наверно это не здесь ну же не с места Этот не похож Похоже, не стоит судить о трупе по бирке Я нашел бирку с именем Фердинанда Керимова Она была на трупе толстой негритянки Это точно не ваш парень Хорошо, управление закрыло нижние этажи Во избежание утечки информации У меня есть человек, который может вырубить электричество Чтобы прикрыть твой отход Но тебе все равно придется подняться вверх по лестнице Это что, мне теперь воевать? Эй, ты, не с места, руки вверх! Ладно Будем действовать осторожно У нас У нас ни бронежилета, ничего нет Только один пистолетик Занимайтесь своими делами! Надеюсь, они здесь не бесконечные Очень надеюсь, что враги здесь не бесконечные Потому что придется нам тогда очень не сладко Не знаю, что здесь происходит Но я хочу свалить отсюда нахрен! Как я тебя понимаю, Майкл? Он там стоит за стенкой Что за бред? Бред и еще какой? Это просто недоразумение! Недоразумение? Да еще и какое! Че, они там есть, нет? Это выход? Так, вон еще пришли Знаете, несколько непривычно Играть в шутеры, где приходится убивать людей Отпустите меня! Обычно парочку Но в GTA же Других противников, кроме людей-то и нет Для меня это все же непривычно Много, конечно, игр уже прошла И для канала, но Привыкнуть никак не могу Раньше я в такое не играла В смысле, прям так основательно Да успокойся ты Не буду я тебя убивать Зачем ты мне нужен? Ты мне уже вообще сейчас Никакой погоды не сделаешь Мы работаем на правительство! Стоять! Эй, я сегодня уже! Лифт обесточен Придется по лестнице Майкл, твое оружие Лежит в черном мешке Для мусора в хранилище вещдоков На верхнем этаже То есть мне сейчас надо Подняться на верхний этаж Где все кишит Охраной Которая уже прекрасно знает Кого надо ловить Я правильно поняла? Ладно, допустим Я сейчас хочу посмотреть Нет ли тут какого-нибудь оружия Получше чем Или хотя бы патронов Для этого автомата А то как-то с пистолетиком На вооруженных Пулеметами, автоматами и ружьями Как-то не улыбается мне Изоляция, изоляция Блин, еще выше по лестнице Не нужно было вставать со стола Нет, очень даже нужно Дробовик Это потрясающе Что за бред? Вот это уже оружие для меня Кто тут? Тут кто? Кто? Ай, 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 ай Активировались Активировались, активировались Это все ради общего блага Что именно для общего блага? Что-то мне совсем не нравится эта обстановка Пожалуй, буду стоять здесь И ждать, пока они спустятся пониже Я спрячусь за стенкой Ну? Поверьте, мне не важна правда И че? Сам такой Умный нашелся Ну давай, спускайся Балбес Это просто недоразумение Ну да, Майкл Тебе сейчас прям так все и поверили Гениальный ты человек У тебя все так просто объясняется Это недоразумение К сожалению Ай Отпустите меня Ну сейчас-то так-то Майкл уже все равно ничего не сделает Он уже Он уже доложил Уже все Ему теперь уже Скрывать нечего То есть Если он уже позвонил по телефону И рассказал эту информацию То все Теперь уже надо ехать ему И искать этого Дэйва Все, вот и вооружение Я смотрю Он надел у нас бронежилет Это хорошо Валим отсюда Выстрелите в окно И выберитесь наружу А, аптечка А, аптечка А, аптечка Это всегда здорово Ой, тут дождь И у меня на улице дождь опять Аж создается ощущение Что Он где-то у меня По соседству сейчас Быстрей свальвим Нафиг Меня ничего больше уже не волнует Мне лишь бы свалить Три звезды Вертолеты Подключились Было бы идеально Где-нибудь Затаиться Но не могу себе этого позволить Они меня еще видят Так, теперь они меня не видят Теперь я смогу Блин, нет С другой стороны едет Быстрей Заворачиваем Ёкарный Бабай Куда бы мне спрятаться Кажись Кажись Кажись, я знаю Все Я просто Припаркованная машина Припаркованная Ровно в стенку Все Я думаю Сюда они не заедут Не догадаются И все Розыск пропал Э, Майк Эф, нам нужно поговорить Срочно Встреть меня за городом У старых нефтяных вышек Эльбюро Хайтс Эльбюро Хайтс Проследи, чтобы не было хвоста Похоже, дело серьезное Слушай, я уже еду Дэйв Это вообще что было? Ты хоть знаешь, сколько этих оплюдков было в этом здании? Извини Они не очень хорошие люди Если тебя это утешит Что вообще происходит? Какое-то большое дело Что-то связанное с ценевым бизнесом Что-то такое, что не решается стандартными алгоритмами Те, кто смогут получить контроль Бюро или управление Получат огромную прибавку к финансированию А я тут каким боком? Я выхожу из игры, Дэйв Нет, ты должен встретиться с моим боссом Мы будем в центре На площади между зданиями ФРБ и управления Здание управления с дуба рухнуло После той стычки, что была у меня с их агентами? Успокойся Успокойся, там нас искать не будут Они не ожидают от нас такой наглости Блин, похоже, теперь Майк влип по полной Что-то мне подсказывает Эти агенты теперь будут Доколупываться до него Нафига это Дэйв вообще Договорили же забыть обо всем Единственная проблема здесь была Это Тревор А Дэйв его втянул в еще большие проблемы Да и в конкретный гад, походу Зря Майкл связался с ним Эй, Франклин Что происходит? Тебе нужно свалить из города Мне податься особо некуда Ну тогда отправляйся в путешествие В долгое путешествие Что за херня? Кое-что произошло, понятно? Помнишь, я тебе рассказывал Про федералов Что они позаботились обо мне, когда я отошел от дел А ты отошел? Ага, ну то есть я так думал Как бы да и как бы нет Черт, господи, Франклин У меня столько легенд в голове Что я уже окончательно запутался Погресс в дерьме Но при этом дал мне возможность Реально срубить бабла На одном твоем деле Я заработал больше, чем за всю жизнь О да, я великий вор Но знаешь, тут дело совсем в другом Так в чем? Что за тема с этим человеком из бюро? Этот придурок Ну то есть, конечно, он нормальный парень Долбанный придурок Давным-давно мы заключили с ним одну сделку Но все пошло не так, как задумывалось Погиб не тот человек И мне пришлось воспользоваться Неформальной программой защиты свидетелей Он помогал мне Я не раскрывал его секреты И все было круто Проблемы начались недавно Когда я вернулся к делам Он появился Начал просить об услугах Поручать мне разные дела Ну то есть, Франклин В общем, я работаю на Долбанных Федералов Твою мать, чувак! Ну да, твою мать! Это еще не самое страшное! Я тебе про Тревора рассказывал? Черт, кажется, да Если тебе только кажется, значит, я рассказал далеко не все Он... Я не... В общем, он... Дьявол во плоти Ну так давай отправим его в преисподнюю Ну да, ну да, удачи, твою мать! У нас с Тревором давнишнее очень сложное отношение Послушай В своей жизни я натворил много такого, чего сейчас стыжусь Ясно, я никогда не называл себя святым Но когда ты познакомишься с Тревором То поймешь, что я ангел Так что будем делать? Не знаю Черт Попробую Сыграть сразу За обе команды По крайней мере, до тех пор, пока не придумаю, как выбраться из этого Слушай, кореш, ты же мне помогал Я так понимаю, что сейчас я должен вернуть должок Франклин, это смертный приговор Братан, давай оставим всю эту херню Если бюро не тащит тебя в суд, значит, все это просто странный развод Я не позволю какому-то придурку загнать меня в долбанный угол Да шел бы он нахер! Франклин, ты молочина Я перед тобой в долгу Я же суперворт Я найду для тебя дело Что-нибудь грандиозное Но сейчас Тебе уже пора Ладно, братан, все ясно Я с тобой Блин, что-то аж за душу схватило Какой Франклин храбрый, а? Не бросил Не бросил Не бросил В беде Сейчас таких почти нет Продолжение следует Спасибо всем за внимание За просмотр С вами была Миссионер Джейн Подписывайтесь, ставьте лайки Оставляйте комментарии Посетите мои творческие страницы ВКонтакте И на Ютуб Ссылки найдете под видео Или в шапке канала Еще раз спасибо всем огромное за внимание И до новых скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok